В соответствии с поручением президента России, правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, на российские водительские удостоверения в упрощенном порядке, без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Вопросы замены иностранных водительских удостоверений для граждан ДНР, ЛНР и Украины в Адыгее на днях рассмотрены в ГИБДД и УВМ в ходе рабочей встречи с участием сотрудников обоих структур. По вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане России, получившие гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ номер 183 от 24 апреля 2019 года. Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений будет действовать до 1 марта 2023 года. Полиция Адыгее за неделю возбуждено три уголовных дела по фактам повторного управления транспортом в нетрезвом виде. Такие случаи имели место в трех муниципальных образованиях республики. Так, в Тахтамукайском районе сотрудники ДП задержали 56-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края, который управлял иномаркой. У него стражи правопорядка заметили признаки опьянения, но мужчина отказался пройти проверку. В ходе дальнейшей работы нарядом ГИБДД установлено, что этот мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние. В Шовгеновском районе задержан и 52-летний ранее судимый местный житель. Дорожных полицейских насторожило поведение водителя, но проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Выяснилось, что ранее правонарушитель привлекался к уголовной ответственности за подобное поведение и, соответственно, прав на управление транспортом он не имел. В настоящее время следователями МВД возбуждены уголовные дела, транспортные средства фигурантов изъяты и помещены на штрафстоянку.